Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Продолжаю размышлять и систематизировать факты о переделке истории и что от нас пытались и пытаются до сих пор скрыть. Предыдущий ролик я закончил на теме единого языка, что даже в арабском и рубском языках гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Опять не убедил. Я даже знаю, что мне скажут в ответ на это. Мол, а как вы объясните наличие такого количества различных национальностей, а значит и национальных культур на этой территории? Опять вопросом на вопрос отвечу. А вы уверены, что легко сможете отличить представителя одной так называемой национальности от другой по внешнему виду, одежде или какому-то другому отличительному признаку? Я уж не говорю об украинцах, белорусах, поляках и русских. Их невозможно отличить друг от друга, как невозможно отличить друг от друга близнецов. Отличить внешний чуваша, марийца или татарина от русского или украинца оказывается так же трудно. И это легко объяснить общим корнем этих народов. Как раз русско-арийским корнем. Как, впрочем, и немцев, французов и англичан. Очень здорово, на мой взгляд, объясняет различия так называемых народных культур Голубев Андрей Викторович, назвавший этот свой тезис правилом Калинки-Малинки. Большинство современных жителей России не сомневается в том, что такие песни, как «Калинка» или «Живет моя отрада» являются исконно русскими песнями. Русскими народными. Но это глубокое заблуждение. «Калинку» написал Иван Петрович Ларионов в 1860 году, а «Живет моя отрада» появилась в результате наложения стихотворения Сергея Федоровича Рыскина «Удалец» на музыку Михаила Дмитриевича Шишкина в 1882 году. «Все, без исключения русские народные песни, имеют своих авторов, появились на свет не ранее второй половины XIX века и имеют ярко выраженные формы цыганского романса или одесской кабацкой песни», пишет Голубев Андрей Викторович. На самом деле, подлинными русскими народными песнями можно считать только былины, произносимые речитативом под сопровождение гусляра, обрядовые песни, используемые во время церемоний на народные праздники – «Ярилу», «Купалу», «Перунов день», «Калятки» и прочее. Есть еще один широкий пласт народной музыки – это военные песни, емщицкие, бурлатские, колыбельные и тому подобное, но кто их сегодня знает? Точно такая же ситуация и с народными песнями татар, украинцев, марийцев, башкир и всех остальных народов России, да и не только России. Все они относительно недавно появились, и никто не знает уже, как звучали песни наших предков во времена ранее XIX века, когда песни научились записывать с помощью нотной грамоты. Музыкальное творчество, считающееся народным, не может рассматриваться в качестве отличительного признака того или иного этноса на протяжении истории его культурного развития. Ярким примером справедливости этого правила является такой факт, что комус и варган, которые сегодня считаются традиционными музыкальными инструментами народов Крайнего Севера, Урала, Сибири и Алтая, на самом деле, наряду с гуслями, исконно русские инструменты. Старики еще помнят о том, как в Карелии, Архангельской и Вологодской губерниях еще полвека назад звуки варгана можно было услышать куда чаще, чем гармония. А уж утверждение культурологов о происхождении названия камус от имени древнегреческого бога Кома, Комус, ничего кроме сарказма вызвать не может. Кстати, русские не называли этот музыкальный инструмент Комусом. У нас этот предмет имел название дырдла. О русском варгане упомянуто у таких исследователей, музыковедов и фольклористов, как Владимир Поветкин, Константин Вертков, Николай Привалов, Артем Агажанов, Дмитрий Покровский. И сомневаться в том, что слово варган имеет древние русские корни, нет ни малейших оснований. Аналогичная ситуация сложилась с исконно шотландской волынкой и перуанской пана. Все уже успели забыть, что волынка является неотъемлемой частью русской культуры и до недавнего времени была очень распространена. А на кугиклах и по сей день играют в деревнях Курской, Брянской и Орловской губерний. Но нам показывают только гармонь, балалайку и эге-гей. Аналогичная ситуация сложилась и с народными костюмами. Псевдонародными костюмами достигалось еще большее разобщение когда-то единого народа на так называемые национальности. Принцип «разделяй и властвуй» в действии. Уж очень нелепо выглядят яркие кушаки и картузы с незменной розочкой на исполнителях русских народных песен и танцев. Да и украинские вышиванки, так популярно сегодня в так называемой Украине, выглядят не менее нелепо. Все это было придумано и внедрено в головы людей значительно позже. Искусственно. А вот чем и для чего, это и так понятно. Потихонечку приближаюсь к финалу моего рассказа. Подведу итоги. Очень много фактов, описанных в канонической версии истории при ближайшем рассмотрении, заставляют усомниться, мягко говоря, в ее истинности. Утверждение картографов и историков Запада о существовании очень большой страны от центра Европы до востока Азии следует признать доказанным. Да и доказывать тут нечего. Все лежит на поверхности. Существование Чингисхана, как правителя огромной страны, тоже стоит считать истиной, но с оговоркой. Это был человек с внешностью европеоида. Никаких варварских набегов не совершал. К монголоидам, то есть к народам, населяющим Южную, Юго-Восточную и Восточную Азию в наши дни, не имеет никакого отношения. И все его действия были продиктованы логикой. Наряду с постоянными войнами с Чиной Китаем появилась другая угроза, двигающаяся с Запада. Угроза насильственной христианизации с осторжением целых провинций от единой до определенного времени страны. О том, что дальше происходило с империей ариев-русов, нетрудно догадаться. Постоянная экспансия христианства с Запада и мусульманства с Юга-Юго-Запада, постоянные заварушки с Чиной Китаем привели к ослаблению единой империи. Походы Тимура Тамерлана были одной из последних попыток по восстановлению единства некогда великой страны. Разъединяющая роль различных религий, раздел единой державы на небольшие страны по искусственно придуманному национальному признаку не оставила шансов возрождения единой империи. Я, конечно, понимаю, что ответом на это видео будет и обвинение в незнании прописных истин, и в попытке пиара за счет недоказанных и непопулярных теорий, и разные другие глупости. Поэтому я повторяю истину, которую знали и принимали все без исключения люди белой кожи. Все мы рождены от одного корня. Мы одного рода. А раз мы произошли из общего для всех рода, то к чему все обвинения друг друга? Давайте жить как братья. Если отец один, то и мы все братья и сестры. От нашей вражды выигрывают только единицы нелюдей. Ведь никто не призывает вернуться к общине. Вспомните истину, которая едина для всех религий и всех конфессий. Относись к своему ближнему так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. И все станет на свое место. Не обращайте внимания на то, что придумывают ваши правители. Они действуют не в интересах народа, а лишь в своих собственных интересах. Вспомните слова Ротшильдов. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Добавлю от себя. А если точно знать ход времени невозможно, то нужно изменить ситуацию для самого благоприятного исхода для себя любимого. Вот как рассуждают правители всех стран, без исключения. А пока мы будем рвать друг другу глотки, они будут стоять в стороне и отсылать команды на биржи для собственного обогащения. Денег нет, но вы держитесь. Вот фраза, которая отражает их сущность. Никто из этих нелюдей и никогда не будет добровольно делиться своим награбленным за счет народа состоянием. Не питайте на этот счет никаких иллюзий. Подписывайтесь на мой канал, делитесь своими мыслями и комментариями. Давайте вместе восстанавливать истинную историю и истинные отношения друг с другом. Можно принимать или не принимать те или иные гипотезы. Но давайте адекватно воспринимать чужое мнение. Ни в коем случае не переходить на личности. А для любителей троллить друг друга и собачиться есть много других форумов. Таким здесь нет места. На этом заканчиваю свой ролик. Мои пожелания относятся ко всем людям, без деления на религии, национальности и прочую чушь, придуманную только для насаждения вражды. До свидания. Мир вашему дому и вашим близким. Счастья, любви, уважения. До встречи.